друзья приветствую в этом видео я расскажу вам все про аренду байка во вьетнаме сколько стоит самые популярные модели что оставлять в залог сколько стоит штрафы какие здесь пдд и как не попасть самое главное в аварию а также я вам покажу проверенные агентства лично мной в до нанге и в нячанге ну что погнали основной момент во вьетнаме то что здесь байк это самый популярный вид транспорта и в принципе на нем есть практически все то есть вам по-любому придется как-то контактировать с байком если вы хотите перемещаться по вьетнаму конечно можно встретить и машины но в основном это байки и из плюсов то что во вьетнаме правостороннее движение как и в россии поэтому вам не придется переучиваться да то есть левостороннему движению в этом плане все окей из нюансов во вьетнаме действуют только международные права здесь не действуют права других стран типа осян до типа таиланд или индонезия да вы можете получить права авто я оформить их как международные и они здесь будут работать но ключевое слово международные соответственно побеспокойтесь о получении прав в вашей стране оформите права на байки на авто сделайте их международными потому что в этом случае вы будете быть вы будете уверенными что если вас остановят как бы у вас есть документы потому что иначе как бы если вас остановят у вас нет прав но это это по-любому штраф чаще всего при аренде байка у вас будут спрашивать ваши международные права и в некоторых агентствах где я раньше снимал уже перестали сдавать туристам без прав поэтому вот в этом месте это место называется куанга все точки будут в описании здесь вы можете снять байк без прав и также я оставлю точку в нячанге поэтому я в донанге в нячанге обошел порядка пяти пяти агентств в каждом городе вот я оставлю точки на самые адекватные где самые нормальные цены и где рентал и просто не будут вам делать мозги сдадут дадут байк чтобы вы кайфанули теперь когда вы снимаете байк вам нужно оставить залог обычно это либо паспорт то есть вы можете оставить свой допустим российский паспорт да потому что иностранный вам нужен либо оставить деньги я узнал то есть увидеть как от 1 до 10 миллионов то есть условно от 40 долларов до 400 в зависимости от стоимости байка то есть если вы снимаете я допустим снимаю yamaha nvx это такой самый популярный здесь байк то есть если вы снимаете его то вы оставите депозит 2 миллиона 2 миллиона это 80 долларов то есть в принципе вы можете оставить 80 долларов до чем оставлять свой паспорт теперь давайте я вам покажу самые популярные модели и самые удобные модели байков во вьетнаме это называется yamaha nvx я его снимаю за 70 долларов он 2019 года он напоминает yamaha n-max популярный на бали но как бы немножко эти байки отличаются этот байк чуть чуть поменьше очень удобный 155 кубиков на дальние расстояния даже даже с пассажиром ездить удобно то есть проблем никаких нету все байки которые я вам сейчас покажу вы можете снять в среднем от 50 до 100 долларов что влияет на цену самое первое год когда он был произведен то есть чем он новее тем дороже и модель байка то есть допустим nvx да будет дороже чем какой-нибудь там скупи да или wave потому что у него больше кубатура следующий байк это у нас honda vision то есть все байки которые я вам сейчас покажу вы показываю они до 155 кубиков все автоматика honda vision тоже неплохой это у нас honda vario тоже новенький хороший удобный дальше это у нас honda air blade тоже неплохой байк но как бы видите у него есть нюансы когда то что он узкий если сравнивать вот здесь сидушку да какая она и какая сидушка здесь она уже поуже также нужно смотреть на размер колеса то есть видите какой размер колеса здесь да он очень узкий по сравнению например вот с вот этим дети уже шире здесь еще уже соответственно чем уже колесо тем неудобнее вам будет перемещаться на большой скорости потому что любые потоки ветра вас могут сдуть как бы и вы упадете также здесь есть тоже популярный байк который популярен на бали он называется honda scuppy вот такой вот новенький если снимать его на сутки то вот мой приятель его снимал за 7 долларов в сутки теперь помимо этого есть еще и такие байки они уже у нас либо механические либо полу автоматические да видите да у них здесь есть коробка переключения передач ну как бы такие байки уже чисто вьетнамские видите какие они маленькие узенькие и как бы туристам я их не советую потому что во первых это механика то есть не все туристы умеют они ездить а во вторых они как бы очень маленькие кстати по моему мнению самый классный байк автоматический до 160 кубиков называется honda adv и он здесь имеется я его вижу здесь впервые вот он чем он удобный он удобный тем то что он очень устойчивый я на нем ездил в таиланде это просто офигительный байк ты на нем видишь сотку и как бы вообще не замечаешь поэтому honda adv байк классный но я спросил они его не дают на помесячно только на сутки соответственно на сутки он стоит 14 долларов но он классный особенно с пассажиром вообще кайф помимо этого здесь есть также и спортбайки видите да yamaha r15 но его сложно назвать байком ну ладно вот есть вот такие у нас kawasaki naked тоже по моему до 200 кубиков с abs кай и у нас есть еще какой-то honda соответственно вот в этом месте вот в этом месте вы можете арендовать все байки здесь более того я даже видел honda себя 650 которую вы можете снять за 50 долларов в сутки то есть обычно в таких местах не отдают крутые мотоцикла на месячном потому что ну как бы это менее рентабельно но вы можете сюда прийти как бы договориться да и и снять смотрите теперь про шлема то есть когда вы арендуете байк вам бесплатно дадут шлем и шлем бывают трех видов вот такие как скорлупа соответственно как бы если вы в них разобьетесь как бы не уверен да есть шлемы на три четверти вот такие да ну соответственно если вы их берете здесь бесплатные то как бы есть проблема в том то что их визоры они все поцарапаны то есть вы через них ничего не будете видеть поэтому я вам рекомендую купить собственный шлем как это сделал я вот вот такой шлем он стоит сто тридцать долларов и как бы этот называется full face смотрите главное преимущество full face то что он защищает ваш подбородок то есть вашу челюсть когда если вдруг вы упадете на байке ну и как как бы вы обычно делаете кувырки не дай бог если у вас шлем без этой защиты то как бы прости прощай не обещай поэтому я рекомендую брать full face и некоторые жалуют жалуются то что в них мол жарче да потому что соответственно ну как бы вы дышите чем но вам нужно открывать визор чтобы нормально дышать да особенно в жаркую погоду но мне кажется лучше под подышать немножко похуже чем не дышать вообще поэтому рекомендую брать full face и цены на full face и где их купить сейчас вы вот справа от меня видите магазин где я купил этот шлем соответственно full face шлем вы можете купить от 40 до 70 долларов в легкую такой стоит 130 его тоже можно взять он удобнее там красивее и прочее и прочее следующий момент как хранить шлем в байке если у вас спортбайк или какой какой-то другой байк механика без багажника соответственно никак просто носить с собой это неудобно поэтому я слез со спорта я раньше арендовал kawasaki ninja 400 и перелез на на автоматический скутер открываете багажник соответственно перед тем как арендовать скутер вам лучше стоит купить шлем чтобы понять общий размер вашего шлема и прочее прочее и под него вы уже выбираете скутер потому что у разных скутеров разные багажники у этого багажник подходит теперь как хранить шлем в багажнике когда вы купите шлем у вас будет специальный чехол вы кладете шлем в него чтобы визор не поцарапался далее вы кладете не дном а наоборот верхушкой да то есть вот так вот вы кладете шлем в багажник то есть вот вы его убираете и теперь вот сюда именно вот только в этом случае он закроется если вы будете ставить так он багажник не закроется в таком случае закрывается и все вы можете закрыть и идти гулять следующий момент поговорим про топлива как заправляться расход вместимость и так далее на если мы говорим про спортбайки да тут здесь вместимость бака больше обычно у спортбайков там объем бака от 11 до 16 литров соответственно чем меньше кубатуры тем меньше разумеется заправляться вставляете ключ открываете заправляетесь по расходу топлива разумеется расход на расход топлива влияет то с какой скоростью вы едете и как часто вы меняете как бы до скорости вашего перемещения если говорить об спортивных мотоциклах то там расход в среднем там 6 литров на 100 километров если же говорить про автоматические байки то здесь обычно расход топлива 2-3 литра на 100 километров вместительность бака обычно там 5-6 литров соответственно такого полного бака в таком байке вам может хватить нас там 100 200 километров до в зависимости от того с какой скоростью вы едете теперь как заправляться ну собственно заправок здесь много литр бензина стоит примерно 1 доллар здесь два вида бить бензина 92 95 если у вас спортбайк то есть классный байк 95 если у вас просто как бы ну мопед да можно и 92 но разница в цене там настолько не принципиальная то что легче заправляться 95 или в принципе многие вьетнамцы так и делают как открыть бак собственно у вас обычно должен быть автоматический ключ поворачиваете до режима open далее нажимаете на fuel у вас открывается здесь вот такая штучка в моем случае здесь есть дополнительная хрень для держания пакетов с продуктами у вас это открылось откручиваете вам набрали вы это снова закручиваете закрываете все вы можете ехать как расплачиваться на заправке принимают наличку также можно оплачивать с карточки я оплачивал поэтому как бы все возможно но лучше иметь наличку следующий момент вы не знаете местности как здесь где что поэтому вам нужно пользоваться google картами вариант первые наушники вставляете дай слушаете едете но не всегда они работают корректно потому что иногда вам говорит поверните направо условно там да а вы не понимаете вот на этом перекрестке или на чуть-чуть следующем который через 10 метров это неудобно и тогда нужно смотреть останавливаться и смотреть на карты что бесит поэтому можно пользоваться вот такими держателями для телефона его можно купить либо самостоятельно за 2 доллара либо когда вы арендуете байк может попросить чтобы вам его прикрутили короче откручивается зеркало надевается такая хрень и вставляете соответственно у вас можете не переживать что его украдут потому что когда вы вставляете телефон он цепляется когда вы хотите его телефон снять нажимаете он открывается держатели есть разные но есть нюансы если вы кладете сюда телефон будьте готовы что через какое-то время вашей камере вашего телефона настанет капсда что было с моей камеры потому что когда вы держите телефон здесь на него действуют микро вибрации и и в какой-то момент вы откроете свою камеру телефона неважно это видео или фото картинка будет постоянно дребезжать стабилизатор вашей камеры сломался его нужно менять замена на айфоне стоит по-разному чем новее модель тем дороже но обычно это выйдет вам от сотки баксов поэтому я храню телефон просто в кармане и наушники если прям что-то какая-то очень серьезная ситуация вообще в незнакомом месте и мне очень важно там допустим не тратить время не тупить когда я ставлю сюда как бы на какое-то время либо вы можете использовать свою двойку то есть своего пассажира который будет с камерой который будет с картами и который будет будет говорить вам здесь нужно повернуть налево здесь нужно повернуть направо но ей нужно быть как всегда на чеку чтобы у нее из руки не вырвали телефон я про такие случаи во вьетнаме не слышал на бали слышал поэтому во вьетнаме вроде бы безопаснее следующий момент штрафы во вьетнаме штрафы в несколько раз дороже чем в россии то есть меня уже останавливали за превышение скорость на 20 километров в час и я заплатил 30 долларов неофициально официально было 40 поэтому лучше не нарушайте по вьетнаме в принципе даже вне черты города ограничение 60 километров в час иногда встречаются камеры либо просто патрули с камерой поэтому вас могут в любой момент стопнуть можете уехать попробовать я не пробовал нам но можете попробовать потом расскажите в комментариях что было вот поэтому штрафы не нарушаете за проезд на красный там в районе 15 долларов штрафа ну как бы если у вас нету прав или там вы едете в нетрезвом состоянии или с пассажиром без шлема ну как бы о двадцатки обычная и выше можете попытаться скосить за бедняка и как бы говорит то что у вас нету денег но как бы если вы с full face шлемом хорошо выглядите на нормальном байке да то как бы такой же вы бедный следующий момент если вы хотите путешествовать по вьетнаму на байке во первых это возможно я уже это делал на yamaha nvx вы можете попутешествовать на расстояние там до 300 километров спокойно даже с двойкой даже по горам где угол до 10 градусов вообще в легкую не проблема но учтите следующий момент то что во вьетнаме платные дороги поэтому не по всем дорогам вы сможете проехать на байке вас тупо не пустят как такие дороги находить открываете google карты если у вас android то прокладывайте маршрут через байк то есть на байке на айфоне такой функции нету поэтому смотрите на дорогу если там есть название трассы это первый вариант ну во-первых не не все те что названы трассы платные но второй момент она будет тупо дорога шире вы сейчас видите картинку такая дорога она чуть-чуть шире отображена на google картах чем обычная поэтому обращайте внимание на такие трассы но даже если вы там забудете и случайно на нее заедете не проблема вам просто скажут чувак нет нельзя разворачивайся развернетесь до потратите какое-то количество минут но как бы это не проблема следующий раз будете знать теперь самое главное как не попасть в аварию чтобы не попасть в аварию нужно знать как вьетнамцы водят вот несколько их особенностей на перекрестке они обычно не притормаживают они просто сигналят чтобы типа они они едут поэтому как бы нужно это учитывать нужно просто притормаживать но некоторые вьетнамцы не притормаживают а сигналят очень громко типа я первый это я имею приоритет этот пипец бесит но как бы нюансы ки например вот видите сигналит вот еще слышали да а также вьетнамцы иногда путешествуют всей семьей потому что для них байк это просто самый популярный вид транспорта вот зачем так сигналить елки-палки следующий момент это как вьетнамцы поворачивают вот зацените как поворачивает эта женщина она поворачивает по встречке то есть видите как поехала то есть вы когда вы когда будете ехать вы когда едете на байке вам нужно это учитывать вам нужно учитывать то что вы можете ехать вот так и оттуда чувак может повернуть не вот так а вот так и вам нужно быть к этому готовым поэтому вам нужно всегда смотреть на дорогу и не расслабляться и ехать медленно следующий момент во вьетнаме красивые дев ладно все вот видите как чувак поворачивать просто по встречке поэтому на этом в принципе видео все точки где снимать байк в дананге в нячанге я прикреплю в описании под видео также я спросил у владельца у этого владельца в дананге типа если люди будут говорить типа я пришел from марат до типа от марата можешь ли им делать скидку там на там более длительный срок аренда он говорит да хорошо поэтому приходите сюда говорите from марат здесь вам дадут байк бесправ и как бы все окей с вами был марат цифровой кочевник это было видео про аренду байка во вьетнаме до новых встреч